Я приветствую вас на нашем канале. Тема, которую я сегодня хочу поднять, она слегка неоднозначна. Я ничему не призываю и более того, хочу сказать, что чрезмерное употребление ободрящих напитков может пагубно отразиться на вашем здоровье. Когда приезжают друзья, хочется угостить их чем-то вкусным, приятным, а гости ко мне приезжают часто, я принял решение, что негоже уже угощать чем-то не своим, нужно угощать изготовленным напитком дома. Не хочу вас нагружать слишком информацией. Суть такая, что за сегодняшний выпуск мы пройдем с вами полностью все этапы и в конце, надеюсь, у нас получится что-то хорошее. Тема, конечно, не обсуждаема в широких кругах, но уверен, что у каждого в загашнике имеется такой прибор для изготовления вот этих вещей. Напишите, пожалуйста, свой опыт в конце выпуска. Мне это будет полезно. Ну и, конечно же, лайк. Начинаем с того, что сейчас заполняем немножечко, буквально литров 15 теплой водой, такой, можно сказать, даже горячий, для того, чтобы сахар разбавился. Сахара я взял 10 килограмм, но по советам товарищей бывалых было сказано, что лучше засыпать 8 килограммов. Поэтому я сейчас 2 килограмма отсюда уберу. Вода, которую я налил в эту флягу, явно выше 30 градусов. Поэтому сейчас я тепловизором померяю температуру и создам здесь условия для того, чтобы дрожжи нормально себя чувствовали. Мне нужно, чтобы в этой бочке была температура 26-29 градусов. Помещение будет легко температуру тут держать, потому что у меня всегда здесь 29. Тем более размещу я где-нибудь у гидрострелки свою бочку, и у меня будет все приятно, хорошо прогреваться. Вот тут поставлю. Сейчас температура 31 градус, даже 32. Сейчас я включу воду на долив и буду контролировать с помощью тепловизора температуру. 29 градусов, как нам надо, даже 28-29. Но я на всякий случай оставлю флягу на какое-то время просто простоять, продышаться, чтобы она приобрела температуру, которую ей необходимо. То есть температуру комнаты. После чего мы засыпаем дрожжи. Я налил воду по вот этому ребру алюминиевой фляги. Это самый оптимальный вариант. То есть смотрите, 8 килограммов сахар-песка. Вода во фляге по граням. Это соответствует, по-моему, 27 литрам. Все, останется засыпать дрожжи, которые будут работать у нас по времени, которые указаны на таблице на каждой пачке. У каждого они свои. Так, температура 28-29. Прям как надо. Теперь я переставляю это на свое законное место, где это будет храниться. И мы ждем часа два до засыпания дрожжей. Все, прекрасно. Ну а пока у нас готовится брага, нам нужно подготовить аппарат. Пойдемте. Так, ну я надеюсь, вы понимаете, что мой сегодняшний видос – это самый первый опыт по теме изготовления напитков. На обзоре у меня сегодня аппарат «Союз-2» вместимостью 37 литров с двухдюймовой оснасткой. Им я и буду изготавливать все, что сегодня мы придумаем. Первым пунктом у нас было изготовление браги. Вторым же пунктом – подготовка аппарата к работе. Я буду сейчас здесь все на столе раскладывать, потом вам все расскажу. Специально поставил в таком ракурсе, чтобы вы видели, как ребята упаковывают свои посылки. Почему я решил вам показать этот небольшой анбоксинг? Да просто потому, что с этими ребятами я сотрудничаю уже очень давно. От них мне приехал 6-киловаттный котел в сауну. Трубогиб Дина, помните? Этот зелененький космический вариант интересный. Тоже можете посмотреть, в видосе это все это есть. И вот сегодня, друзья, я стал счастливым обладателем того, чего очень давно мечтал. Аппарата «Союз-2». Поехали! Разбираем, смотрим, изучаем. Я уже сразу вижу, что все это нужно точно готовить. Смотрите, внутри заводские всякие шлаки, которые нам обязательно нужно отмыть. Не хочу заострять долго времени на подготовке. Давайте все быстро вытащу и буду вам показывать, чтобы нам время не тратить. Парни, спасибо большое! И по-моему, даже мой раз... О! Она мне вообще как раз... Ребята, вот за это большое спасибо. Ну, раз уж вы такую штуку мне подогнали, то, наверное, надо сделать вот так. Продолжаем. Щелевое сито для изготовления пивных напитков и так далее. Я уже все знаю, я пока только в теории, но уже все знаю. И самая важная часть аппарата – это перегонный куб. Инструкция по эксплуатации с рецептами по изготовлению напитков. Сразу, братцы, так как я ваш друг, а вы мои друзья, я дарю вам этот купон на 1000 рублей. Пользуйтесь смело. Вот он сайт, вот ваш промокод. Если кто вперед сейчас его использует, тому подгон. 1000 рублей на покупку на следующую. Вы же помните, что нас ожидает уже готовая брага. Кстати, по браге. После того, как она остыла до 28 градусов, я засыпал в нее дрожжи Москва, которые турбо-дрожжи. И они готовятся всего лишь 3-4 дня. Вначале это все кипело, бурлило. 19% показал сахарометр. Сегодня она закончила бурлящие процессы. И уже сахарометр просто тонет. Дрожжи съели весь сахар, углекислый газ уже не выделяется. И для того, чтобы нам начать перегонные процессы, я должен отнести эту брагу в холодное место, для того, чтобы она осветлилась. Все дрожжи, которые не успели осесть, осели. Мы за это время как раз подготовим аппарат, научимся им пользоваться, изучим. И начнем первую перегонку. Пойдемте дальше. Я подготовил все для того, чтобы показать, что вообще было в комплекте. Итак, начнем мы с перегонного куба, в котором у нас есть специальное соединение здесь для слива воды. Кран сам вставлен внутрь. Пока для того, чтобы было удобно транспортировать, я его пока не достал. Потом переверну и вытащу наружу. Я думаю, вы заметили, что есть зиговка. Зиговка сделана для того, чтобы туда опускать щелевое сито, которое в свою очередь необходимо для того, чтобы варить пиво или перегонять фруктовые, по-моему, или ягодные браги. Прокладка клампового соединения, она уже вставлена у меня в хомут клампового соединения. Штуцеры для подвода холодной воды. Холодильник проточный, кожухотрубный. Так, дальше дефлегматор. Чем он примечателен? Тем, что в моем случае он медный. И это очень круто. Отводы на 90 градусов. И в одном из них встроен такой вот штуцер для термометра. Сами термометры, в свою очередь, вот они. Очень простые. Нажал кнопку включить, и он уже заработал. В большом количестве мне прислали шланги. Этот шланчик идет у нас для колпачкового вот этого соединения. Кстати, колпачковое соединение очень крутое, потому что имеет такой внешний вид солидный и имеет атмосферный выход. Наверное, они во многих имеются. Дальше медный фильтр. Набор вот этих быстросъемов креплений. Эта штукенция нужна для того, чтобы подключиться к раковине. Спиртометр на 90 градусов. Фум-лента. Обязательное условие, которое необходимо для подмотки всех вот этих вот штукенций. Регулятор, который регулируется по вольтажу. Это очень удобно. То есть мне всего лишь нужно вкрутить сюда тен. Это вставить сюда, это вставить сюда. А это подключить к своему адресу на моем щите контрольном. Переходим теперь к бочке. Вот такое вот крепление. Одной рукой пользуюсь, поэтому неудобно. Здесь есть клапан для сброса... Стоп. Здесь есть клапан для сброса давления. И здесь также есть штуцер для термометра. Сантут-кран, о котором мы говорили. Сейчас я его выкручу и перекручу. Усиленное дно для того, чтобы ничего не подгорало. Вот такая вот силиконовая штука для прокладки между крышкой и кубом. Так, сделал первоначальную сборку, чтобы посмотреть просто комплектность. И сейчас мы несем его мыть. Так, все разбираем. Друзья, пока мой женек искусно готовит аппарат к работе, я расскажу о его основных плюсах. И почему он мне, собственно говоря, приглянулся. Мощный холодильник, который утилизирует до 7 кВт тепла. Винтовые трубки в холодильнике и дефлегматоре имеют КПД выше на 7%. Если вы заметили, в охладителях стоят изогнутые перегородки. То есть вода просто не застаивается. Дефлегматор с противоточным подключением имеет очень хорошую экономию воды. Купольная крышка дает увеличенный объем работы куба. Заглушка под ТЭН сделана с умыслом, чтобы вы могли приобрести ТЭН либо сразу, как я это сделал, либо позднее. И потом вам не пришлось бы ввести куб куда-нибудь к фрезеровщику и вырезать эти отверстия. Зиговка для сита дает нам возможность перегонки густых брак или варки пива. Аппарат имеет модульный бак, то есть изначальный объем можно увеличить. Соединения под кламп легко и быстро собираются. Доступно улучшение аппарата. Профессиональная пленочная колонна. Аппарат-конструктор имеет 4 работы в базовой комплектации или 7 с дополнениями. Медь или нержавейка в охладителях на выбор. Также в подарок я получил узел отбора по жидкости. Никто, ребята, не поставит нам заслончик. И пусть манают опера, мы пьем с утра и до утра. В огоньчик жизни покатился под клончик. Не надо пива и вина, а пусть старшай стакан до дна. Белее сердце и дешево ли сам огоньчик. Друзья мои, следующая задача у нас изготовление спирта сердца. Для этого нам не нужно собирать всю вот эту колонну, а достаточно всего лишь 2 поворота, холодильник и некоторые манипуляции. Как вы видели ранее, в комплекте у нас шел ТЭН, который мы сейчас установили в бак. Также у нас есть регулятор вольтажа и имеется розетка и вилка. Вот эта плита, она подключена на 3 фазы к своему адресу в щитке. Поэтому в этой плите я сейчас просто одну из фаз заберу на подключение розетки, которая просто в острове у меня будет храниться всегда. Нехитрыми манипуляциями мы это делаем вот таким вот образом. К трехфаске я добавил одну фаску. Это у нас розетка для аппарата. Все готово для того, чтобы начать работы. Мне осталось поставить специальный сгонный кран и можно заполнять куб водой. Почему водой, а не приготовленной брагой? Объясню все просто. Прогнав воду, во-первых, мы очистим все патрубки. Во-вторых, мы тем самым проверим все на надежность, герметичность. Представляете, если сейчас я заполню брагой и начну это все греть, и она начнет где-то растекаться, какой запах у меня будет в доме. Сейчас получим простой дистиллят, но этого я показывать не буду. Это ненужная для вас информация. Я вам покажу сейчас сборку и уже начну сразу же готовить сырец. Берем крышку перегонного куба. Здесь на кламповых соединениях с прокладками я собрал повороты. В этой части установил штуцер, чтобы нам контролировать температуру. Брагу мы должны заполнить на 75%. Хотя у нас есть небольшой бонус. Наш куб имеет цилиндрическую форму и можно заливать под самый верх, потому что все кипящие процессы явно не уйдут в систему. Им просто есть где кипеть. Слушайте, она вся входит. Чуть больше 75% по объему, но, как я говорил, у нас есть очень хорошая крышка. Итак, друзья, первый перегон, если говорить умными словами, называется он подстил, то есть, по сути, прямая перегонка. Нам понадобится половина аппарата, холодильник и повороты. Но также в компании Гранус Хаус я приобрел вот такие две чудесные вещи. Это попугай и второй аппарат, он больше нужен для вас сегодня, это диоптер. Диоптер позволяет нам увидеть, что происходит с флегмой внутри колонны. Для интереса, для того, чтобы вы насладились полнотой картинки, я поставлю его сейчас в первую перегонку. Вообще его ставим во вторую всегда. Должен сразу сделать акцент, что не все это идет в стандартном комплекте. При приобретении товара вы на сайте указываете галочками, что вам в комплект положить. Поэтому сегодня я неосторожно называл вещи, что они какие-то шли в комплекте. На самом деле я их просто отдельно, дополнительно брал. Подарок, по-моему, узел отбора идет. Классная штука, вы о ней узнаете чуть позже. Все, я собираю конструкцию. Силиконовая прокладка обязательно. Далее хомут. Мне очень нравится, как это все дело легко, элегантно защелкивается. Это действительно просто. Втыкаем вилочку в подготовленную розетку. Видно вольтаж в нашей системе. Можно воткнуть и тент, потому что все на нулях. И он не заработает, пока я этого не захочу. Там сбоку есть крутилочка, регулятор напряжения. Кладу прокладку. Я промыл еще раз диоптер. Может быть, это не было правильно, потому что теперь мы визуал не видим. С другой стороны, вы все узнаете, когда все начнется. В штуцер вставляем термометр. Это термометр куба. Еще будет термометр на колонне. Снова прокладочка. Поворот я сделаю. Пусть он течет у нас куда-нибудь в ту сторону. И опять кламп. Я, наверное, зря это все вот так рассказываю досконально. Но, друзья, поймите, я это все повествую больше для тех, кто никогда этим не занимался. Для начинающих винокуров. Потому что не самому это интересно. Я думаю, мой преподаватель по химии сейчас бы мной гордился. Устанавливаю холодильник. Друзья, еще хочу акцентировать внимание на такой момент. В комплекте с аппаратом идет ПВХ-шланг. Но есть один нюансик. Он до невозможности отвратительно входит в эти разъемы. Поэтому приобретаете в магазине, который занимается специализированно аппаратами и разной атрибутикой, пневмопровод. Пневмошланг вставляется в ПВХ и очень легко подключается к быстросъему. Прям не вытащить. Снизу мы заправляем, значит, это система подачи воды. Сверху у нас уйдет обратка. Обратка тоже идет по такому же принципу. Я вставил пневмошланг в ПВХ-шечку. Вот так, легко. По сути, конструкция готова. Не хватает только носика. Подача, холодильник, обратка. Все. Самая простая система – это первая перегонка. Бытует мнение, что вот этот шлангчик, поставляемый в комплекте, очень короткий. Но на самом деле, друзья, это не так. В умелых руках он становится компактным и изящным. Попугайчик будет нам показывать спиртуозность нашего продукта. На самом деле, я, конечно же, рекомендую приобрести вам хотя бы метровой длины силиконовый шланг, для того, чтобы уже от попугая вы могли поставить на пол и емкость, которую вы будете набирать. И, как я уже сказал, взять пневмошланг. Он тоже нужен. Ну, много чего. Для второй перегонки я советую взять дополнительный РПН или СПН. Если вы досмотрите видео до конца, я о них вам все расскажу. Для полного завершения нашего ансамбля мне не хватает лишь баночки для сбора продукта. Еще один нюансик. Я открываю кран и сразу же заполняю систему водой. Это сделано на тот случай, когда мы дойдем с вами до 70 градусов, и у нас начнут отходить первые головы, чтобы мы этот момент не упустили. Так, все супер, система заполнена. Нажмите на паузу и напишите мне, чего не хватает. Допустим, вы уже написали, не хватает всего лишь одной маленькой детальки. Это второго термометра на колонне. Он тоже нам очень жизненно необходим. Включаю регулятор, и вы сейчас услышите, как начнется волшебство. Заработало! Давайте, чтобы узнать, сколько сейчас в системе изначально. 23, 25. Ну, это он просто у меня в руке подержался, пока я показывал вам. На самом деле, в первой перегонке все очень просто. Наша задача на максимально мощном напряжении нашего котла изъять максимальное количество спирта сердца. Теперь мы с вами встретимся примерно через 30 минут, когда у меня на датчиках будет показывать температура 63-65 градусов. Где-то вот с этого момента начнется все самое интересное. Заглушен холодильник, он не работает. Просто нагревается куб. Куб может нагреваться у вас на газовой плите, на простой печке, на индукционной и так далее. Главная задача, чтобы он нагревался сейчас на максимальных своих возможностях. Я выкрутил крутилку прямо на максимум. Она сейчас подает в куб 4,5 киловатта мощи. В этом и плюс большого, хорошего аппарата. Когда у нас пойдет первый спирт, я опущу сюда датчик. Ну, точнее, как вы поняли, это простой спиртомер или по-другому его, по-моему, называют ориометр. Мы сюда опустим что-то равное 60%. Процентом это мало. Наверное, вот это будет от 40 до 70. Можем даже сейчас ее уже туда погрузить. Нет, пока нельзя. Она до конца не достает, а бросать ее я не хочу. Поэтому дождемся, пока эта штука заполнится. Встретимся через полчаса. 68 градусов и уже начинается активность. Но наверху у нас пока все по-прежнему 43 градуса. Ну, то есть не страшно. Но тут уже, смотрите, стекает. То есть оборот уже пошел потихонечку. Ну, и надо сказать, что по времени прошло 26 минут. Холодильник пока холодный. Еще ждем. Ждем немножко. 72 градуса. Так, головы начали работать. И колонна начала набирать очень быстро температуру. Также вы видите, как здесь уже происходит движение. Но когда вы будете повторять эти процедуры сами, оптимальнее всего определиться по времени приблизительно и по температуре сусла, точнее браги. И вы будете примерно знать, сколько времени у вас свободного, чтобы не подходить к аппарату, заниматься своими делами. Хотя приготовление напитков считается делом серьезным. И к нему нужно подойти внимательно и с осторожностью. Иными словами, опытные винокуры не рекомендуют оставлять аппарат без внимания. Во-первых, не работайте в нетрезвом виде. Это очень опасно. Во-вторых, не отходите от работающего аппарата. Мало ли что может случиться. В-третьих, используйте только качественное оборудование заводского производства. Ну, о других правилах техники безопасности я расскажу немного позднее. Всем удачи и хорошего дня. Да, кстати, есть такой еще нюансик. Через 5 минут термометр отрубается самостоятельно. Это сделано с одним всего лишь умыслом. Это экономия энергии батарейки. Холодильник, конечно, просто мощный. Я сейчас вам покажу фотографию вот здесь. Как я сравнивал холодильник аппарата «Союз» с холодильником аналога у своего товарища. А пока мы с вами болтаем, у нас началось отделение голов. Оно уже вот заработало. Сейчас я должен включить воду. Вот на такую небольшую стройку рука должна терпеть. Иными словами, как мне рассказывали ребята, которые занимаются этим делом давно, холодильник у вас наполовину должен быть холодный, наполовину теплый. Но я стараюсь сделать, чтобы где-то примерно всего лишь 1 четвертая часть была теплая. Все остальное было прям прохладное. Это, конечно, не экономит воду, но зато у меня нет никакого волнения в том, что происходит в системе. Я продолжу. В головах содержится всякая разная дрянь. Начиная от органики перебродивших дрожжей, заканчивая муравьиной кислотой и ацетоном. Ну, сами понимаете. Что такое головы? Можно понять по отвратительному запаху ацетона. Так, трубочка попугая, смотрите, заполняется очень быстро. И я думаю, что я имею полное право опустить сюда. Хо-хо! Вообще утонул! Попугай показывает 69 примерно градусов на выходе. Но это еще не вся правда. Друзья, чтобы понять нам всю правду, мы смотрим температуру в струе и смотрим градусность. Так, сейчас воду проверю. Не горячая. Так, надо добавить еще холодный немножко, поактивнее. Что-то начинает нагреваться. Мне это не нравится. Сейчас. Вот. То есть вода должна быть терпимой для руки. Здесь у нас 84-88, то есть мы знаем теперь, что у нас идет активное извлечение спирта из системы. На градуснике сейчас 33 градуса, а спиртуозность 68. Качаем на телефон алкокалькулятор. Коррекция плотности. Сюда мы вбиваем показания ориометра. 68. И температура сусла. У нас 33. 33 градуса. Калибровочная температура 20. Рассчитать. То есть сейчас на выходе у нас идет 69-62. И я теперь буду отбирать жидкость у куба по двум параметрам. Первый, пока не дойдут до 10 градусов плотности. Второй вариант, можно просто дождаться, когда вот здесь у нас будет 98, и знаете, что весь спирт уже ушел, и там остались только хвосты. Остается периодически следить за температурой выходящей воды. То есть на первой перегонке вы теряете очень много жидкости. Ну, такая есть проблемка. Сливать приходится нормально. Так как в своем доме есть проблема канализования, что делаю я? Первыми примерно двумя флягами, то есть литров на 70, я выношу на улицу, этим самым мою флягу от браги. Теперь, значит, что у нас процесс запустился. Мы уже не сильно чем можем помочь. То есть сейчас будет очень активное отделение, и это будет идти прям быстро-быстро-быстро. Чем аппарат интересен? Тем, что благодаря тому, что он большой, у нас это все мероприятие проходит максимум за час. То есть перегнать вот этот куб я смогу за час времени. Я так предполагаю, что сегодня мы с вами вот с этого всего мероприятия отберем приблизительно где-то в районе 10, может быть, 11 литров нормального спирта-сорца. Зачем я слежу всегда? Это за тем, чтобы холодильник был холодный. Поэтому прибавляю или убавляю воду, и тем самым получаю то, что нужно. Про попугай что скажу? Ребят, если хотите его приобрести, советую брать металлический. Как говорят продавцы в магазине этого товара, они говорят, ну, вы пришли, если за первым попугаем, ну, возьмите стеклянный. За третьим вы придете уже за железным. В этом и вся суть, что металлический, он падает и не разбивается. Тоненькие трубки, они, ну, на раз, на раз могут опрокинуться и разбиться. Попугай советую, вещь очень хорошая, мне понравилась. Ну, во всяком случае, я по ней вот сейчас слежу за процентами. Ну, сейчас не совсем удобно из-за того, что надо термометр и ориометр вместе сравнивать. Но когда у меня будет уже работать тема по отбору голов, хвостов и тела, то это будет просто оптимальнейший вариант. Я поставлю ориометр на 80-100 градусов, и проблем не буду знать. По нему я буду понимать, когда мне с хвостами уже нужно бороться. Очень рекомендую, во всяком случае, мне зашла. По диоптру что скажу? Ну, прикольно. Более интересно будет, когда мы будем смотреть, как флегма вращается. Там прям течь все будет. То есть, сейчас он, по сути, ничего не показывает. Там просто пар, спирт и так далее. Но когда мы будем заниматься уже с дефлегматором, то диоптер будет показывать все, что происходит внутри колонны. Это интересно. Поэтому тоже рекомендую. Классная штучка. Это мультимедиа для винокура. Я сегодня уже писал в виде текста, но многие могли это не прочитать. Я хочу сказать одну вещь. Ни в коем случае не нужно романтизировать вот эти все алкогольные мероприятия. Алкоголь – это плохо. Но само приготовление, само изготовление этих всех вещей, оно увлекает. В свободное от работы время, поувлекаться вот такими вещами, мне лично интересно. Да, все ссылки будут в описании. На аппарат напишу ссылку. Также добавлю там промокод, который мне ребята подарили. Готовность еще одной баночки. 3, 4, 5, 6, 7. Давайте-ка на 7 литрах мы проверим нашу спиртуозность. Что я опять делаю? Алка, этот калькулятор. 19. Температура сусла. 25. Показания ариометра. Давай 25. Рассчитать. 24, 99. Сейчас уже 95,3. И вы увидели показания 24,9. То есть еще литра 3 и заканчиваем перегонку. 95,7. И я на 100% уверен, что эти показания сойдутся. Здесь будет 98 или 97,7. А здесь будет 11% на ариометре. Этот можно градусник уже убирать, но пусть пока будет. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девятый литр идет. Я думаю, что на этом мы уже закончим. Друзья, есть еще один нюанс, который мне опять же опытные ребят сказали. Я еще сам не проверял и надеюсь не буду. После того, как это все приготовили, кто-то пробует брагу слить в унитаз. Этого делать нельзя или можно, если она остыла. Но кипяченую брагу наливать в ведро и выливать в унитаз, есть риск повредить сантехнику. Поэтому так делать не нужно. И переходим к следующей фазе. Это уже сборка колонны на отбор настоящего напитка. Хорошего, качественного. Но я вам расскажу, сколько получилось в итоге. Все это вы увидите дальше. А да, еще возвращаясь к теме попугая. Если вы его все-таки по какой-то причине брать не планируете, то вам нужно взять колбы. Высокие колбы. Их тоже продают в магазинах. Можно пластиковую, можно стеклянную. Длинный вытянутый сосуд вам в любом случае понадобится. Без него никуда. Ну, либо проверять каждую банку отдельно, что не совсем удобно, особенно в конце. Потому что вы можете просто пропустить момент, когда у вас начнется уже низкая калорийность. И отбирать такое, конечно же, нет никакого смысла. Поэтому вот попугай, либо колба вас обязательно выручат в этом вопросе. 2, 4, 6, 9 и 10 литр у нас начинается. И смотрите, мы подошли к десяточке и к 19. То есть, 19 и, ну, 11 будем считать, рассчитать. 10, 99. Все, друзья, здесь у нас уже надо завязывать. А здесь у нас 97 как раз градусов. Помните, я и говорил о 97 градусах? Сейчас уже струя должна скоро уменьшиться и идти потихоньку. Но пока она еще шарашит. Смотрите. Я считаю, что это прям очень даже нормальный такой ход. Но она уже не такого качества, которое нам надо. Мы можем отобрать и больше. И у нас получится больше напитка. Но мы же не жадные. Нам-то главное это эксперимент, а не алкоголь. Все. Разбираю конструкцию. Гашу ее таким образом. Отключаю датчик. Выключаем воду. И даем этой всей конструкции остыть. Время на остывание. После чего я ее переработаю в другой вариант. И начнем гнать с вами уже напиток. Так, друзья. И прежде чем мы с вами приступим к второму этапу перегонки. То есть уже изготовление из спирта сырца самогона. Я должен сразу показать два момента. Первый вариант перегонки это через систему дефлегмации. Дефлегматор это такой мини-холодильник, который будет флегму гонять по колонне кучу раз. И тем самым выстраивать пары относительно их летучести. В самой колонне. Потом мы даем добро на отбор. И у нас начинается отбор сначала голов, потом тела, потом хвостов. Второй вариант это вот такая вот система. Это отбор по жидкости. Тоже говорят, что очень удобно и даже удобнее дефлегматора. Но так как дефлегматор подставляется в комплекте с завода. А эта штука является дополнительным приятным подарком, бонусом. Мы попробуем сначала с дефлегматором. Если не понравится, то перейдем на узел отбора по жидкости. И второй вопрос это комплектность. В наборе у нас шла РПН-ка. Если мы сейчас с вами немножко углубимся в историю, то поймем, что медный РПН очень хорошо подходит для перегонки зерновых и ягодных брак. Для перегонки классического сахарного сырца хорошо подходит СПН. Это спирально-призматическая насадка. Не знаю, почему их называют насадками. Чаще всего продается она в магазинах вот в таких пакетах по 300 граммов. Но говорят, что есть и килограммовые фасовки. Существует два варианта формирования царги. Первый вариант это мы берем медный пыш, вставляем с этой стороны или с этой стороны. Может быть он нержавеющий. А внутрь засыпаем с вами СПН-ку, спирально-призматическую насадку. Но, друзья, этим самым мы рискуем получить одну неприятную вещь. Это разность плотности. А разность плотности она может формировать захлеб. Что такое захлеб? Это когда запасы флегмы в колонии истощены, а пары, поднимающиеся, очень в большом разнообразии. И получается у нас неравномерный подъем, который, собственно, и формирует сам захлеб. Поэтому медную РПН-ку мы пока исключаем. Тем более, что для этой царги их нужно было 5 комплектов. В магазине я приобрел две вот такие классные штуки. Это заглушки. Она еще имеет вот такой вот хвостик. Это типа душик. С этой стороны мы засыпаем сейчас СПН. И теперь все это дело закрываем такой же насадкой сверху. Теперь мы точно знаем, что у нас в царге ничего не просыпется, даже когда мы будем просто ее хранить. И внутри находится классный нержавеющий материал. Так, приступаем к сборке колонны для отбора нашего самогона. 20 литров спирта сырца. Температуру и крепость я сейчас обязательно замерю. Выливаем в куб. Кстати, есть история о том, что многие разбавляют спирт-сырец водой до 20 градусов. На самом деле делается это в случае с перегонкой зерновых, либо ягодных брак. И если у вас мало сусла, и вам нужно набрать побольше, чтобы у вас тены не оголились во время работы. В моем случае, наверное, разбавлять смысла нет никакого. До тенов мы явно столько не отберем. Так, смотрим спиртуозность. Она у меня равна 30. Вот дробная перегонка. Спирт-сырец у нас в литраже 22 литра. Потому что я добавил 2 литра воды все-таки на всякий случай. Крепость сердца у меня 30. Крепость тела на выходе 92 давайте сделаем. Но лучше 94. Будем стараться рассчитать. Первым делом мы должны отобрать 660 граммов голов. Потом пойдет 5 литров тела. Сейчас моя задача максимально заполнить систему водой. Для того, чтобы проверить компрессию и, собственно, подготовить аппарат уже к работе. Поэтому я открываю колпачковый кран на максималку. И открываю кран на холодильнике, который я, кстати, дополнительно приобрел в сантехническом магазине. Тоже открываю полностью. Так, пролью немножко воды до холодной. И теперь включаю эту воду в систему своего аппарата. Сейчас все это начинает заполняться водой и дефлегматор, и холодос. Они заполнятся и пойдет у меня обратка. Вот с дефлегматора уже пошла. Ну и, как обычно, мне осталось только расставить термометры для контроля температуры. Один момент, который я думаю, друзья, на будущее. Наверное, я буду все-таки куб ставить на пол. Потому что, ну, слишком высоко и неудобно за ним лазить. Кстати, помните, писал про метровый силиконовый шланг? Вот сейчас-то он и пригодился. Ну и куда же мы без попугая? Попугай дает нам возможность контроля. Это важно. Что я сейчас делаю? Включаю на максималке ТЭН. Куб заработал. И теперь мы ждем начала процесса. Примерно полчаса у нас также есть на разогрев. Так, прошло 13 минут. И я уже могу кое-что сказать. У нас здесь 50 градусов. Там у меня 24,3. Хотя 24,2, 24,3, 24,2, 24,3. Короче, она все время там бегает. Что мы сейчас делаем первым делом? Когда я увижу, что флегма начала тут двигаться. И температура пошла вверх. Я сразу же включаю дефлегматор в работу. Тем, что я включаю холодную воду. Холодильник у нас сейчас закрыт. Он не работает. Дефлегматор начинает охлаждать флегму. И она начинает опускаться. Опускаться через наш СПН. Это спирально-призматические насадки. Вы их помните. Тепло будет подниматься вверх. Пары. А флегма будет опускаться вниз. И все это дело будет создавать тепло-массобмен. Это нам нужно получить. Для того, чтобы спирты, пары и так далее выстроились в свой номенклатурный ряд. То есть, первое встали головы. Это легко испаряющиеся спирты. Много всякой дряни. Потом у нас идет тело. И в конце у нас хвосты. Вот дефлегматором мы, собственно, и формируем вот это данное мероприятие. Короче, 65 будет. И мы начинаем процесс. Пока мы сейчас видим, что диоптер сухой. В нем даже пара нет. Здесь я вижу, что температура не прорывается на колонну. Она также холодная, как и была. Я уже включил дефлегматор. И он потихонечку у меня работает. Он сейчас ледяной. 78,8. Но процесс уже должен начаться. Резко началось в диоптере движение. Видите? Резкое-резкое. 79,3. Температура на повороте осталась прежней. Потекло. Это то, что нам и нужно. Так 10 минут будет тепломассобмен у нас происходить. Это нам нужно. То, что мы ждали, началось. Колонна поработает немножечко на себя. И начнем отбирать головы. Все. Флегма поперла прям активно. Опа. Температура начала расти. И, соответственно, что я делаю? Убавляю на 50%. Ждем инерцию. Сейчас наша задача пока дать колонне поработать на себя, чтобы ничего не происходило. Вот как раз инерция работает таким образом. Видите? Все. Температура падает. То есть дефлегматор работает сейчас хорошо. Флегма вращается. Все отлично. Даем еще поработать так несколько минут, чтобы спирты выстроились. Температура падает. Дефлегматор работает на полную. Мы дали поработать колонне на себя. И теперь мы делаем вот какой с вами жест. Мы убавляем напряжение чуть-чуть. Открываем холодильник. И начинаем потихоньку придавливать дефлегматор. Наша задача добиться одной-две капли в секунду и пустить на колонну не более 77,7 градусов. Помним, да, что есть инерция. То есть после каждого движения ждем 30 секунд. Температура должна будет начать расти. Еще придавливаем. Кстати, как говорят опытные винокуры, нужно закрыть холодильник полностью и открутить на два оборота. Можно пойти таким путем. Но в экспериментальном решении, когда мы еще ничего не знаем, лучше попробовать вот потихонечку. Начался рост. Это хорошо. Вот это нам и нужно. Рост пошел. Дефлегматор прижат уже максимально. Так, 66-67 очень быстро начала расти. И поэтому я еще открываю чуть-чуть дефлегматор. 76-71,1. Температура чуть-чуть. Шкала 11. Дойдет до трех семерок. Я просто прибавлю подачу в дефлегматор. И тем самым я буду держать то, что мне нужно на повороте. И второй анализатор наш – это капли, которые пока еще не пошли. Но мы видим, что уже заполняется попугай. Что у нас на выходе? 94. Так, вот так не пойдет. Так нам нельзя. Это слишком много. Так, убавляем температуру. 75,3. Мне нужно добиться одной-две капли в секунду. А у меня сейчас, видите как, переходящая в струйку. Вот, 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 вот это. Вот, вот так. Примерно даже чуть-чуть помедленнее нужно. Сейчас дождемся. Фу, воняет она, конечно, отвратно. Так, чуть-чуть придавлю вот здесь воду. Вот так. Вот, вот, вот это нам нужно. Даже можно чуть-чуть помедленнее. И на выходе у меня сейчас 94. Вот этот параметр правильный. Там три семерки. Здесь две капли в секунду. И так я делаю до 660 миллилитров. Вот так, вот, уже лучше, уже к чему-то мы подходим. Надо еще немножечко открыть дефлегматор. Температура не растет. Мне это уже нравится. Видите, 76,1. Хорошо. Но лучше 3 семерки. Но мы до них дойдем. Это уже неплохо. Это уже хорошо. Здесь температура тоже не падает. 82,3. Я добился всего, чего необходимо. В данном случае две капли в секунду. Температура как надо почти на 1 градус. Но плюс-минус 2 градуса это нормально. Есть один минус во всей системе, друзья. Мне приходится стоять на стуле, чтобы выявить температуру. На будущее сделаю табурет. На него буду ставить куб. Вот это отлично. Но вот улавливание, конечно, это такой процесс. Потому что сейчас чуть побольше. Топы чуть поменьше. И все это дело мы варьируем либо теном, либо водой. 76,6. Супер. И смотрим. И смотрим на капли. Вот это меня устраивает. Мы отобрали 660 как надо было. Теперь закрываем дефлегматор полностью. Остается работать холодильник. Держим температуру 3,7. Сейчас у меня 76,1. Но это в принципе допустимо. И делаем мелкую струйку. Добиваемся 1,2 литра в час. И получается, что у нас за 6 минут должно налиться 100 мл. И тогда это будет то, что мне необходимо. Струечкой добились. Но, друзья, тоже не панацея, потому что у нас постоянно играет давление воды. Вот сейчас, например, включился насос и вода прибавилась чуть-чуть. В системе с дефлегматором эта проблема существует. Выставил 64,65. Игольчатый кран выставил как надо. Здесь у меня сейчас 3,7. И нормальная подача. Переходящая капля в струю, капля в струю. Как надо. Но единственное, мне не нравится, что у меня на выходе 85 градусов спиртуозность. Хотелось бы выше. В конечном итоге все сошлось к тому, что я просто управляю игольчатым краном. Все. То есть вот сейчас 78,6, потому что у меня опять включался мотор на колонне, на скважине, в подвале. Поэтому мне приходится все время прибавлять или убавлять. Это единственное, что из минусов данного мероприятия. Подача идет классная, переходящая капля в дождь. Как нам и надо. Единственное, приходится, вот говорю, играть игольчатым. Вот сейчас пошло 78,7. Я немножечко прибавляю больше воды. Вот 78,6. Сейчас опускаем до трех семерок. И будем либо прибавлять, либо держать так, как есть. 7,7,3. Сейчас еще три параметра. И я немножечко буду открывать дефлегматор. Да, еще хочу показать, что вода у меня течет вот такой тонкой струйкой. А вода внутри, ну, прям такая горячая. Что интересно, вода горячая, а холодос ледяной. Прям ледяной. Возможно, эта горячая вода приходит ко мне с дефлегматора. Потому что он чуть-чуть приоткрыт. Друзья, это, чтобы вы понимали, время. Начинали мы где-то в 2 часа все мероприятие. Уже время почти 6. Показываю данные. Здесь у нас 84,5. А здесь 76,6. Но она плавает от 3,7 до 76,6. Где-то так. Она начинает опускаться. Я буквально чуть-чуть прибавляю. И по инерции начинает подниматься. И так далее. И вот туда-сюда играю. То есть, если она начала падать, температура, значит, мне надо немножко закрыть. Если она начала подниматься, то мне нужно немножко открыть. Вот. Вот и вся задача. То есть, сейчас она упала. Соответственно, я чуть-чуть призакрываю, чтобы она набралась. Кстати, интересно. Шланг ПВХ. В нем идет горячая вода. Ну, такая, знаете, рука терпит. Но, тем не менее. Вот. Рука терпит. Да даже, честно говоря, сейчас теплая такая прям. А он изменил цвет. Наверное, когда было горячее, он немножко потемнел. Улучшил показания правильной настройкой. Потому что у меня уже опускалось до 85. Сейчас 87. Хотя уже трешку мы набрали. Если верить калькулятору, то набрать мы должны сегодня 5 литров, после чего начнутся хвосты. Я это пойму по параметрам попугая. Когда начнет спиртометр подниматься, соответственно, я буду понимать, что уже тело закончилось и начинаются хвосты. Сразу же подставлю другую банку, хвостовую банку. И начнем двигаться дальше. Осталось 2 литра. Ну, это по калькулятору. По жизни мы сейчас все это поймем. В итоге, что хочу сказать. Что дефлегматора бояться не стоит. Конечно, говоря, что с узлом отбора по жидкости проще. Мы его обязательно протестим. Не знаю, в этой серии или в следующей. Скажу так. Дефлегматор уже вещь хорошая. И работает он корректно. Мне нравится. Но говорят, что с узлом отбора будет попроще. Но есть один нюансик. Для того, чтобы получить более качественный ратификат, советую добавить царгу. Добавить в нее СПН нержавеющего. И тогда уже тестировать. Я, наверное, сейчас это все в градус хаусе доберу. И сниму вам ролик о том, как по узлу отбора по жидкости собирать также наш материал. В целом, я доволен аппаратом. Я вам его рекомендую. Ребята постоянно работают над качеством. Отвечают на все вопросы, которые вы задаете на их сайте или в группе ВКонтакте. Поэтому, ребят, все ссылки я вам оставлю в описании. Сейчас мы еще с вами пару кадров снимем, как я это все доберу. Сколько получится. Какая будет спиртуозность. О, кстати, знаете что? Пока не забыл. Вот интересно. В комплекте еще шел такой спиртомер. Помните, в самом начале ролика? Я же его сразу отложил, потому что у меня профессиональный. Но мне интересно, что он покажет? А он утонул. Он утонул после 90. И вот кому верить, а? Вот этому или вот этому? Этот утонул, короче. Значит, больше 90 по нему. Ну-ка, если мы вот этот сейчас украдем ненадолго, а этот мы сейчас сюда отдадим. Вот кому верить, а? Ну, приятные, конечно, данные по вот этому спиртометру. А здесь показывает 86. Интересно, да? Вот это вот был в комплекте. Но говорят, что более качественные параметры показывают спиртомеры, в которых шкала градиента 30-40%, не больше. Ну, вот эта алхимия, алкохимия мне очень сильно зашла. Интересная штука. Так, хочу провести промежуточное решение. Смотрите, у нас получилось уже 3-4 литра. Дальше. Температура в кубе 85,6. То есть мы еще будем отбирать, да отбирать. До 92 у нас еще прям порядочно. 65 – это у меня позиция 10 на приборе автоматики. Мы видим, как идет флегма. И 76,3. Ну, можно на самом деле чуть прибавить. Нам как раз так производитель рекомендует вообще отбирать 78,88. Это уж я такую настройку придумал. Основываясь на выводах, полученных из Ютуба и из различных форумов и так далее. Время 6-17. Вы помните, во сколько мы начали? Занимаемся мы уже этим волшебством уже 4 часа примерно. Так, в конечном итоге, друзья, отобрали 5 литров, как по калькулятору и было. По идее я могу еще отобрать 200 граммов, но я посчитал, что не такой уж я и жадный. Пусть они уже уйдут у меня в хвосты. А хвосты, кстати, когда соберу литров 20, я просто хвосты отдельно перегоню и соберу с них оставшийся спирт. Ух, ну это запах уже такой хвостовый. Что я теперь делаю? Я ставлю тен на максималку, прибавляю воды в холодильник помощнее, чуть-чуть помощнее. И закрываю полностью дефлегматор, мне он больше не нужен. Все. И сейчас у меня должно просто переть вот такой вот струей. И мы сейчас трешечку быстро отбираем хвостов. Примерно спиртуозность должна будет начать падать. Конечно, наверное, я могу больше спирта отобрать, но я не потеряю его. Я его еще отберу, когда мне нужно будет. То есть я же не выбрасываю это дело. Но вот такие вот процессы происходят. Смотрите, она уже 85. У меня сейчас спиртометр и всплывет вот 84, уже к 80-ке идет. Вы видите, да? Это мы забираем сейчас хвосты. Ну и пару слов про узел отбора по жидкости, который идет в комплекте. С ним намного удобнее работать, но я хотел вам рассказать про сложности именно работы с дефлегматором. Вот, поэтому я с него и начал. Про эту я вам тоже расскажу, если интересно. Ставится она после диоптра или после царги. Все зависит от того, есть ли у вас диоптр. Дефлегматор в данном случае не нужен. Повороты тоже в данном случае не нужны. То есть выстраивается колонна таким образом, что на царгу или на диоптр ставится узел отбора по жидкости. Видите, у него своя ванночка интересная. Это для сбора флегмы. А холодоз строится просто вверх. И колонна не имеет поворота, она просто выстраивается вся в небо. С ним работать вообще просто и элементарно. Вот этим краником вы формируете отбор, сколько капель вам нужно. Не как мы с вами вот дефлегматором управляли игольчатым краном. А здесь все просто. Придавили, выставили капиллярность, которая необходима. В этот штуцер установили термометр. Как это все подключать и как это все используется, я вам расскажу в следующем ролике. Все зависит от того, интересна ли вам такая тематика. Смотрите, уже до 65 упало. Еще немножечко. Отберу еще буквально литра-полтора. И завязываю сегодняшним мероприятием. Что останется сделать? Нужно будет разбавить в дальнейшем 87% напиток водой. По тому же калькулятору, который я вам показывал на телефоне. Добавить туда всякие вкусные ништячки. И, собственно, все. На этом процесс окончен. Вот такая вот дробная перегонка. Я был очень рад вас сегодня видеть. Понятно, что видос сегодня не по теме строительства. Но, тем не менее, он затрагивает тематику именно своего дома. Именно хобби, именно увлечений. Никого не призываю к употреблению. Но поэкспериментировать рекомендую. Все. До скорых встреч. Давайте пока-пока-пока. Пока.